Перегудовские чтения – это международно-практическая конференция школьников, направленная на развитие кругозора и навыков исследовательской деятельности у младых людей. Форум является ежегодным и всегда проходит в Зайчистской школе. В этом году его посвятили Людмиле Павловне Азаровой, советскому и российскому скульптору-керамисту, народному художнику СССР. Она не просто фарфорист, керамист, посудных, дел мастер, она еще и хороший скульптор. То есть изначально она была скульптором, закончила институт именно по скульптуре. И когда она пришла на завод, она именно начинала со скульптурой. Потом уже, когда начала работать уже с кжелью, уже близко, плотно, она вот в эту посудную тематику, кружки, тарелки, очень много кашпо, кумганы те же. Значение творчества Людмилы Павловны для развития промысла кжель имеет огромное значение. Наверное, все помнят шкатулку-самовар. Когда-то давно эта шкатулка была украшением шкафа для посуды в любой семье. И она стала визитной карточкой изделий кжельского промысла. В конференции приняли участие более 50 школьников из Раменского, Ликино-Дулева, Москвы, Минска, а также студенты Российского университета дружбы народов – это граждане Китая, Греции, Колумбии, Гватемалы и Чехии. Ян Дубицкий из города Турнов приехал вместе со своим педагогом представить работу, посвященную чешскому гранату, одному из главных промыслов страны. Почему именно такая тема выбрана сегодня? Ну, потому что, как бы, эта традиция сильно связана с моим городом. И, как бы, я хотел ее показать, как бы, моим друзьям и людям здесь. Ну, скажи, а вот что ты ожидаешь от себя? Вот как ты думаешь, как тебе удастся выступить? Ну, надеюсь, все будет хорошо и людям понравится. Мы восхищены теплым приемом. Нас встречали хлебом да солью, встретили всех учеников. И просто отношения такие сердечные, что мы чувствуем себя дома. Благодаря Людмиле Павловне Азаровой о художественном промысле кжель узнал весь мир. Изделие Азаровой определяло лицо кжели, становилось для мастеров промысла стимулом к их собственной творческой деятельности. Людмила Павловна работала на фабрике 48 лет, до 2002 года, и создала за это время 670 работ. Организаторы конференции подчеркнули важность преемственности поколений, а также необходимость приложить все усилия для возрождения кжельского народно-художественного промысла, реализовав идеи Людмилы Павловны Азаровой. Ребята, это все делается для вас. Для того, чтобы вы знали, для того, чтобы вы помнили, и чтобы вы с юности умели гордиться. Гордиться тем местом, где вы живете. Андрей Пластунов, Дмитрий Курунов и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...